Привет-привет! Давай мы с тобой разберём твой текст. Я его прочитал. Сразу скажу, что может быть на полчаса мой ответ не будет, не будет. Если не будет, то ты мне какую-то обратную связь дай. На мой ответ я тебе ещё запишу. Итак, я не буду, наверное, перечитывать твой текст, хотя... Наверное, знаешь, я его перечитаю, потому что мне кажется, что есть некоторые моменты, которые меня зацепили. Давай перечитаем. Значит, ты пишешь. После растения сына я развёз жену, которую давно не любил, на тот момент боялся. Значит, смотри. Такой вот нитью красный, да, через весь твой текст проходит тема страха. Тема страха. Вот. И как мне кажется, как мне видится в данном конкретном случае, речь идёт о том, что ты боишься снова вот инфантильности. То есть, ну, как бы, ты боишься вот, что называется, вот, с ней, да, как бы, стать инфантильным опять. Мне так кажется. То есть ты боишься в данном случае именно вот инфантильности своей. Вот. То есть твой страх, он связан со страхом, со страхом себя. Вот. Потому что ты говорил о том, что ты боишься инфантильным. Ну, вот тут как раз и есть такой довольно, на мой взгляд, по крайней мере, серьёзный момент, связанный с тем, что с инфантильностью бороться-то не надо. То есть, как бы, понимаешь, ну, ломаться не надо. То есть одно дело, если ты как-то вот хочешь быть инфантильным, да, то есть, ну, просто вот тебе хочется, тебе хочется где-то проявлять инфантильность. Это нормально. Вот. Опять же, то, что ты рассматриваешь какую-то часть, ну, какую-то часть, да, какую-то сторону своей личности, придавая ей вот такую, значит, ну, такую концепцию, да, такое вот, ну, такое, грубо говоря, такое описание ей даёшь, да, своей личности, что вот я инфантильным, значит, боролся в инфантильности и так далее. То есть мне это не очень, не очень нравится, потому что мне кажется, что в инфантильности, ну, условно, стоят какие-то желания твои. Вот. Соответственно, тебе бы на эти желания, да, вот, именно на эти желания твои, которые ты называешь инфантильными, вот, побольше бы обращать внимание, да, и побольше бы их реализовывать. Потому что я уверен, что с твоей новой женой, вот, кстати, это не та девочка, с которой ты отдыхать туда ездил. Когда мы с тобой говорили, по-моему, последний раз или что-то вроде того. Вот. Значит, ты обращал внимание на это, на свои желания вот эти, вот, и чтобы ты, значит, ну, с ними как бы, ну, смотрел, как ты можешь их выработать, смотрел, как ты можешь их, ну, отреагировать, скажем так, да, как бы. Вот. Вот. Это, на мой взгляд, очень важный момент, потому что, ну, как бы, вот, как таковой, да, инфантильности, на мой взгляд, нельзя называть как таковой, как таковую инфантильность, нельзя называть как таковой инфантильностью определенное человеческое желание. Да, то есть, если ты, там, к примеру, боишься, ну, боишься или не хочешь где-то как-то брать ответственность на себя, да, если где-то как-то ты хочешь сказать, там, решай сама, да, или сам, или что-то такое, вот, то в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего неадекватного, в этом нет ничего страшного, в этом нет ничего такого аномального. аномального, вот, напротив, 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 на мой взгляд, это абсолютно естественная штука, если ты будешь с этим бороться, то, как мне кажется, ну, ничего хорошего из этого не выйдет. И, соответственно, ты говоришь, что, значит, боялся своей жены, вот. Я, ну, как бы, я не буду, наверное, весь этих текст перечитывать, да, я сейчас все свои мысли выскажу, потом, значит, ну, наверное, почитаю твой текст, да, и постараюсь дать еще какую-то вот обратную связь на какие-то отдельные факты. Вот, значит, ты говоришь, что ты боишься своей жены. Ну, как бы, тут опять же очень важный момент, да, вот, с чем это связь, да, то есть, с чего именно ты боишься. То есть, попробуй этот страх свой оприметить. Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, ты боишься своей жены, потому что, значит, она своими действиями как-то дает тебе соприкоснуться с тем, чего ты не хочешь, вот. Ну, то есть, просто вот дает тебе как-то, ну, понять, да, что вот, ну, чего ты не хочешь, что ты тебе не хочешь. Вот, ты боишься этим столкнуться, потому что, оказывается, ты должен, ну, условно, должен, ты должен хотеть, там, чего, да, не важно, не важно чего абсолютно. То есть, как бы, да, ну, просто вот должен, я должен хотеть. Я должен хотеть, я должен хотеть, там, не знаю, там, вот, ну, грубо говоря, всего, например. То есть я буду всё хотеть. Вот. И когда ты не хочешь чего-то, для тебя это, как бы, получается проявление эгоизма. Вот. Для тебя это проявление, значит, ну, себя и тебе за этим словно. Вот. Отсюда твой страх жены. То есть это твоя, на мой взгляд, повторюсь, это моя гибридность сейчас. Вот. Это твоя, значит, ну, определённая, скажем так, сторона, твоя сторона. Вот. С которой ты не хочешь сталкиваться. Вот. И, соответственно, отсюда страх, значит, твоей жены. Вот. Что касается ребёнка, то к ребёнку здесь ситуация применима, то есть, ну, применима как бы ситуация, которую я описал и к ребёнку, к ребёнку в том числе, но за некоторым исключением. Дело в том, что родители своих детей воспринимают, значит, ну, как бы, не как личности, да? То есть родители не полностью воспринимают своих детей, особенно если дети маленькие. Вот. Они не могут воспринимать своих детей, значит, ну, как бы отдельно, отдельно от супруг. Вот. Соответственно, если не всё в порядке, там, грубо говоря, у тебя с женой, то и к ребёнку ты не будешь как-то хорошо относиться, да? Потому что, ну, как бы, извините, жена и проблема. Вот. Значит, соответственно, я не думаю, что сейчас тебе можно и нужно решать что-то с ребёнком. То есть, как бы, ну, вот я не думаю. То есть, понятно, что у тебя есть какие-то обязанности, понятно, что у тебя есть какие-то обязательства перед ним, понятно, что ты должен, условно говоря, ехать, там, к нему, к нему, там, ну, навстречу, да? Вот. Ты должен, значит, что-то для него делать, а тебе тут не хочется, то есть, понятно, что решение тебе нужно принимать, что называется прямо сейчас. Вот. Поэтому во времени, получается, ты ограничен, хотя ты говоришь, типа, что, ну, можешь подождать, но тем не менее. Вот. И, кроме того, ты, как бы, ну, пишешь о том, что хотел бы, значит, ну, как-то вот договориться с тобой. Вот. Поэтому я тебе предлагаю в данном случае не торопиться с выработкой отношения к сексуру, потому что, скорее всего, ты его вообще не воспринимаешь сейчас отдельно от мамы. Ты говоришь, типа, что он мамы. Вот. Ну, как бы, на самом деле, как мне кажется, с точки зрения вот моих ценностей, да, никто не может быть чьим-то, да, то есть, ну, это, это невозможно, это нереально. Вот. Нереально, чтобы, ну, кто-то был чьим-то. Вот. На мой взгляд, ну, как бы, ребенок, он может быть сам по себе. Вот. То есть, он может быть, он не чей-то, он не твой, он не твоей жены, и он, как бы, ваш только по биологии. Биологически, да, он ваш, вместо того, что вы его родители. Все. Вот. Больше он не чей. То, что на него, там, условно говоря, мама оказывает больше влияния, да, чем, например, ты, если ты видишь, там, условно говоря, в нем, опять же, черты, там, грубо говоря, ну, своей жены тебе это не нравится. Вот. Это не означает, что ребенок мамит. Абсолютно. То есть, это абсолютно не означает этого факта. Вот. Поэтому, не торопись с решением, как тебе относиться, как тебе относиться к твоему сыну. Вот. Сначала разберись с тем, как ты относишься к жене своей. окей. Вот. И, значит, отдели, отдели то, как ты видишь свою жену от того, как ты видишь себя с ней. Вот. То есть, как ты относишься к твоей жене. Вот. Ты говоришь о том, что она, значит, там тебе устраивает какие-то истерики, скандалы, там, грубо говоря, пишет тебе, там, и так далее. Вот. На самом деле, это, вообще-то, ну, довольно серьезно, в том смысле, что, если человек так делает, значит, он как бы, ну, эмоционально нестабилен и, соответственно, может, в принципе, для ребенка поцеловать опасность, вообще-то. Вот. Поэтому, я бы сказал, что здесь можно вести речь о том, да, насколько вот твоя жена, там, условно говоря, дееспособна, то есть, ну, насколько у нее, насколько она психически здорова. Вот. То есть, мне непонятно, почему, вот, если человек ведет себя, ну, так, вот, то есть, такие вот, в данном случае, ну, происходят перепады, у нее, ну, настроение ее, скажем так, вот. Мне непонятно, почему, как бы, ну, до сих пор, там, условно говоря, не было, как бы, значит, каких-то, ну, действий с своей стороны. Вот. Если ты, ну, одно дело, если ты не хочешь, не хочешь этим заниматься, да, то есть, тебя, ну, понятное дело, никто не вставляет, никто не вставляет это делать, если ты не хочешь. С другой стороны, ну, это просто по-человечески очень опасная история для ребенка, да, если ты, там, не любишь его, не хочешь, там, не хочешь, там, быть им, отцом и прочее, вот. В любом случае, это все равно очень опасная история для ребенка. Вот. И, как бы, ну, на мой взгляд, какая-то ясность в этом вопросе, да, в вопросе того, насколько, насколько твоя жена адекватна, вот, какая-то ясность тоже помогла бы тебе, помогла бы тебе, ну, в какой-то степени помогла бы тебе, помогла бы тебе, тебе определиться. Да, надо бы определиться именно вот с, ну, со своей позицией, которую сейчас ты несколько, несколько оспариваешь. Вот. Вот. А следующий момент. Ты говоришь о том, что ты боишься, что твоя жена, значит, залезет, будет ли спектр тебе в личную жизнь, вот, и ты, значит, как-то опасаешь, ты снимаешь кольцо, да, чтобы она там тебе ничего не говорила, и прочее, прочее, то есть ты как-то не хочешь, не хочешь ей провоцировать. Вот. На мой взгляд, это история про то, что ты не хочешь сталкиваться, не хочешь сталкиваться с, с самим собой здесь, вот, то есть ты как-то, ну, хочешь определенным образом, грубо говоря, перед ней выглядеть, да, ты хочешь как-то вот, ну, перед ней, значит, ну, чтобы у нее был, был какой-то твой образ, вот, и все. То есть, другой тебя как-то вот, ну, ничего так особо-то, получается, не интересует. Вот. И, на мой взгляд, это вот, довольно, тоже такая, если угодно, ну, на мой взгляд, да, довольно серьезная проблема. Вот. Потому что, потому что, ты просто, ну, как бы, бежишь от себя, и, соответственно, как бы, ну, проблему, проблему не, проблему не решается. Абсолютно. Абсолютно не решается проблема. Вот. А ее нужно решать. То есть, как бы, ну, на мой взгляд, здесь история не про то, что ты не можешь с собой договориться, да, то есть договориться с собой легко, легко нужно, сложнее, когда, в определенное, с определенным противоречием сталкивается ценности. Вот. То есть, когда у человека, когда человек сталкивается с определенными противоречиями именно в рамках, в рамках своих ценностей, то да, договориться сложно. Вот. Но, в принципе, можно сделать даже это, если, значит, увидеть, грубо говоря, все, ну, как бы, противоборствующие стороны в этих, ну, в этих ценностях да, то есть, увидеть этот момент. Вот. зафиксировать этот момент, как мне кажется. Это прямо то, что нужно себе сделать, это прямо то, что необходимо. Вот. и, соответственно, дальше, дальше, после этого, после этого шага, ты сможешь уже определиться, как ты относишься к ребенку, и чего ты вообще, грубо говоря, для него хочешь, чего ты для него не хочешь, что ты хочешь для него, там, условно, делать, да, чего ты не хочешь для него, чего ты не хочешь для него делать. Вот. То есть, ну, опять же, как бы, это вопрос, вот, именно, действительно, в какой-то степени, да, ну, своей инфантильности. Это правда? То есть, как бы, если, вот, ты чего-то не хочешь для ребенка делать, то, соответственно, да, можем назвать это инфантильностью, но, с другой стороны, если ты этого делать не хочешь, значит, какая-то на тебе, если ты это делаешь, как бы, ну, против, против себя, против, ну, против, вот, своих желаний, вот, а значит, ты, ну, скорее всего, как бы, не будешь счастливым в этом, вот. А если инфантильность, если инфантильность для тебя в этом, чтобы делать, что-то, через силу, да, например, вот, то, ну, наверное, я должен, тебя, разочаровать, вот, потому что, это не, это, точнее, отсутствие инфантильности, если отсутствие инфантильности для тебя означает делать то, что ты не хочешь, ну, я должен тебя разочаровать, и сказать, что, как бы, нет, это, не, проявление силы, да, это, как раз-таки, вот, наверное, еще больше инфантильность, то есть, отказываться, не признавать то, что тебе хочется, то, что тебе, ну, важно, то, что тебе, ну, ценно, то, что ты чувствуешь, вот, это, на мой взгляд, еще больше инфантильности, вот, за который, в принципе, стоит просто избегание, элементарное и банальное, вот, почему избегание, я уже, я уже, наверное, сказал, да, постараться, постараться, как бы, ну, скорее, не буду, не буду постараться, потому что, как бы, вот, вот, в принципе, наверное, и все, что я могу сказать, да, 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 чувство вины, забыл про него, значит, давай, немножечко про чувство вины, тебе скажу, чувство вины, это про злость, это про злость. То есть, о чем идет речь? Ну, о чем идет речь, да, если мы говорим про чувство вины. Мы говорим про побавленную злость. Вот. Мы говорим именно об этом. Вот. Мы говорим о том, что человек испытывает чувство вины запрещает себе злиться на, условно говоря, ну, нокаут. Да, то есть, вот, на человека. Вот. То есть, если ты испытываешь чувство вины, там, перед своим сыном, перед, значит, своей женой, вот, то ты подавляешь свое злость. Нравится тебе это или нет. Ты подавляешь свою злость. Как бы, разреши, то есть, признай, не разреши, а признай, просто признай, что ты злишься на своего сына и на свою жену. Заметь эту злость. Вот, когда чувствуешь вину, да, когда чувствуешь вину, просто не беги от этого, как ты привык, а именно, вот, побудь в ней немножко и позамечай, какие у тебя будут, ну, грубо говоря, всплывать чувства. Вот. А ты очень быстро, как мне кажется, придешь именно к тому, что и твоя жена, и твой ребенок нарушает твои личные границы. Они их нарушают. Жена это делает специально, вот. Ребенок, понятно, делает это не специально, но он тоже это делает, когда ты позволяешь себе делать для него то, чего ты не хочешь делать. Вот. Соответственно, это все вызывает чувства вины. Вот. Поэтому здесь идея в том, чтобы ты заметил, заметил именно вот свою реакцию на жену и на сына. Вот. И увидел, где они нарушают твои личные границы. Жена имеет возможность тебе, как бы, ну, писать вещи, которые ты считаешь, значит, ну, там, неадекватными и так далее. Вот. Вот. Сын может вызывать у тебя, по факту, такое вот предательство себе. Себя, да? Получилось. Получилось. То есть ты можешь, ну, предавать себя. Вот. Как бы объясняя тем, что ты, там, должен быть хорошим отцом и прочим. Вот. Ты также говоришь, достаточно много говоришь о том, что вот я, значит, помогаю, да, я помогаю, я, значит, ну, там, много чего делаю, да, существенную часть существования своего сына я, ну, условно говоря, я обеспечиваю, да, вот, ну, так, так, так ты это говоришь. Вот. И при этом ты боишься, что она, ну, подаст, грубо говоря, на тебя в суд, да, там, на алименты и прочее, и прочее. Вот. И ты боишься не справиться. Ты боишься не справиться. Этого. Потому что уже нарушил твои личные границы, когда начал делать для жены и ребёнка того, чего ты не хочешь. То есть, да. Да. Одно дело, если тебя суд обязывает. Это одно дело. Или одно дело, если ты доволен тем, что делаешь для своей бывшей жены и своего сына. Да, просто вот как-то, ну, естественно, как-то вот получилось, что ты это делаешь. Это одно дело. И другое дело, когда ты не чувствуешь себя свободным, значит, делаешь что-то для них. Потому что в этот момент ты становишься уязвимым. Вот. Именно уязвимым за всё того, чтобы, простите, ты сам себя предаешь тем, что делаешь что-то не по желанию. Вот. И единственным основанием для того, чтобы делать что-то не по желанию, на мой взгляд, является история про суд. То есть, когда есть вот постановление на суд, да, да, и ты вот как бы, ну, хочешь не хочешь, вот по закону как бы делай. И то здесь у тебя, здесь у тебя, ну, тоже, тоже, здесь у тебя в этом смысле есть выбор. То есть, ну, есть выбор какой. Быть ли тебе законопосочным гражданином, да, или не быть тебе законопосочным гражданином. Вот. То есть, так или иначе, всё равно, даже в этом смысле, это, это выбор. Вот. Только, ну, как бы, платишь, платишь ты за это, цену, ну, достаточно высокую. То есть, ты достаточно высокую, цену платишь за то, чтобы быть, чтобы быть, ну, незаконным послушным гражданином. Преступник. Вот. Если ты выбираешь чем-нибудь. Ну, вот как-то так, я думаю, можно тебе ответить. Вот. В целом, в целом, не буду скрывать, не буду скрывать, что мне было очень грустно читать эту историю, что ты, ну, не хочешь, там, как бы видеть сына и так далее. Вот. Не подумай, пожалуйста, что я тебя, там, как-то обвиняю и так далее. Нет, ни в коем случае, я тебя не обвиняю, я тебя очень хорошо понимаю и не требую тебя. Более того, ты почему-то думаешь, что, встречаясь с сыном против своей воли, ты оказываешь ему услугу. Вот. Ну, я не знаю, как это, на самом деле, должно работать, что, что приходит кто-то кому-то на день рождения против воли. Я не знаю, как это должно работать, но, по-моему, такой человек будет выглядеть, мягко говоря, не самым вооруженным, радостным и так далее на свете. Он не будет выглядеть таким. Я не очень понимаю, зачем такой человек нужен на день рождения. Тем более, если это ребёнок, который может подобную реакцию воспринять на свой счёт. Вот. Вот. Типа, что я делал что-то плохое, папа на меня свердит. Вот. Например. Например. Поэтому, если ты хочешь стать хорошим папой, вот, через преодоление себя, то, ну, на самом деле, ничего более бессмысленного вообще нет. Вот вообще. Более бессмысленного вообще ничего нет. Понимаешь? Потому что ты и сыну своему скорее вредишь, чем помогаешь тем, что присутствуешь с ним против своей воли. И себя ты, по сути, насилуешь тем, что себе, ну, как бы, заставляешь себя там, предаёшь там и прочее. Вот. В итоге, кто-то в выигрыше, никто. Абсолютно никто не выигрыш. Ни ты, ни твой сын. Вот. Ну, если мы говорим о хорошестве родителя в рамках, там, какой-то формальности. Вот. Если хорошие родители, тот, кто, там, не знаю, каждый месяц покупает, да, игрушку, игрушку какую-то своему сыну. Вот. Если мы так говорим, ну, да. Ну, так это, это же, ну, такое действие, да, оно рудиментарное, оно примитивное, оно, в общем-то, обезличенное, по сути. Вот. То есть, так могут делать все родители. Вот. Можно покупать ребенку игрушку каждый месяц, да, но при этом, как бы, и бить его, и ругать его, и, в общем-то, мучить его и прочее. То есть, ну, такая история не делают человека хорошим родителям. Хорошим родителям делает человека история про то, что он со своими детьми честен. Эта честность не всегда приносит радость. Эта честность не всегда приносит позитив. Эта честность бывает болезненная. То есть, она бывает неприятной. Она может, может причинять боль. Честно. Это нормально. Люди могут это... Люди могут это не принимать. Люди могут против этого возражать. это их право. Но, повторюсь, хороший родитель, это родители, которые честны. Вот, если родители начинают обманывать себя и своего ребенка, то даже при условии, что, ну, внешне, внешне может быть семья хорошая, внешне может быть быть организован, да, все вот это может быть, даже в этом случае это вряд ли можно назвать хорошим примером отца. Потому что, простите, этот человек себя обманывает, простите, этот человек как бы плюет на себя, по сути, с большой колокольной, вот, и что должен почувствовать, в общем-то, ребенок? Что должен почувствовать ребенок в такой ситуации? Ну, он может почувствовать только то, что что-то не так, он может почувствовать, что что-то не складывается, он может чувствовать какую-то тревогу неясную, потому что внешне все вроде в порядке, вот, он может чувствовать комфорт какой-то, вот, это приводит к тому, что он как-то излиться, это приводит к тому, что он как-то агрессирует, это приводит к тому, что он как-то пытается, я не знаю, себя защитить, причем не понимая, от чего он вообще себя защищает, защищает, потому что, ну, вроде бы как, ему ничего не угрожает, вот, то есть, ну, вот, к сожалению, вот, к сожалению, ситуация, она вот такая, и да, это вот, это вот, ну, та реальность, вот, в которой мы живем, вот, нравится нам это или нет, хотим мы этого или нет, вот, поэтому, если ты ребенка не любишь, ты себя не заставишь, но важно понять, его ли ты не любишь, вот, именно к нему ли ты, так ли ты, так относишься, вот, в общем, прикол, то есть, именно к нему ли ты так относишься, его ли ты действительно так видишь, на него ли направлена, вот, ну, твоя реакция такая, вот, и на этот вопрос нельзя ответить, пока не будет ясно, как ты относишься к своей жене, вот, потому что на самом деле единственное отношение, которое ты к своей жене, ну, бывшей жене, по сути, выразил, единственное, это то, что она неадекватно себя ведет, и все, но это не отношение, это оценка, оценка не есть отношение, Отношения это история про то, что нравится мне или не нравится Отношения это история про то, хочу я или не хочу Вот что такое отношения А этого у тебя нет Получается, что ты как бы через свою жену Как-то вот просто сталкиваешься с собой И все Вот, но это не отношения А что говорить про ребенка, который, ну, как бы мы не, там, не знаю Как бы мы не любили детей, да, и как бы мы к ним не относились, словно говоря Но дети, это история, это все-таки она вторичная Она вторичная По сравнению с родителем, по крайней мере Вот, поэтому, ну, как-то, как-то так Я бы тебе ответил, как-то так, я бы тебе сказал Вот, надеюсь, что это было интересно, полезно Вот, обращайся, будем на связи Вот, как я и говорил Запиши, то есть, напиши еще обратный ответ Я тебе еще обязательно запишу ответ Вот, потому что На час Я не записал Не записал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!